И заранее известная недавно мисс, которая была в этом году или в прошлом, она даже раньше, чем объявили о королеве, она уже вышла за короной. Ну, как, скажи честно, ты честно победила или нечестно? Да, расскажи нам. Или заплатила? И сколько? Если заплатила, то сколько? По финансовой части, сколько рассчитывать? Стоила, на самом деле, очень дорого. Очень-очень дорого, да. На самом деле, вы знаете, у меня тоже был стереотип о том, что все продается, все покупается. И я вообще никогда не собиралась быть связана с конкурсами и строить даже модельную карьеру. Я отказалась. Когда мне было 17 лет, мне предлагали модельный бизнес пойти, уехать за границу, построить хорошую модельную карьеру и заработать много денег. Но я понимала, что каждая модель, начинающая модель, она проходит через съемку в нижнем белье, я понимала, что это... я пойду просто на компромисс со своей совестью, если я так сделаю. И поэтому я отказалась от модельного бизнеса. И через какое-то время просто... я жила в маленьком городе Ужгород. Кто знает, учил географию, где Ужгород находится. Да, это далеко, это край Украины. И я была обычной девочкой, знаете, я работала в салоне красоты, училась в университете на заочном отделении. И ничего в моей жизни не было такого вроде бы особенного. И... но я просто, знаете, когда мне было 14 лет... Поднимите руку, кому здесь 14 лет? И вот когда мне было 14 лет, я просто, знаете, я помолилась Богу, я сказала, Бог, я не хочу прожить свою жизнь зря, я не хочу просто прожить ради бутербродов или ради каких-то таких вот просто вещей каких-то поверхностных. И вы знаете, что Бог, Он исполняет наши мечты. Это тот, та личность, которая исполняет мечты. И просто, знаете, меня пригласили участвовать в конкурсе. И мне все сказали, что на самом деле там все, наверное, куплено, ты не победишь. Потому что ты обычная девочка, у тебя обычные родители. Но я просто помолилась тоже и сказала, Бог, если ты хочешь, чтобы я победила, пусть это так будет. А если нет, то не нужно. Но я в своем сердце чувствовала, что мне нужно там быть. И именно, знаете, в том году, именно тогда в жюри конкурса была приглашена Джулия Морли, это хозяйка конкурса Мисс Мира. И именно тогда она, знаете, самый интересный факт, который меня поразил больше всего, когда мне рассказывали потом же, спустя, через какое-то время, просто когда мы вышли все девочки одинаково одетые на сцену, она впервые нас в жизни видела. И она сказала остальным членам жюри, посмотрите на эту девочку, с нее идет свет, она какая-то другая, она какая-то особенная. И потом так распределились голоса жюри поровну, что ее голос оказался решающим, кто победит. И она этот голос отдала в пользу меня. И знаете, это произошло не потому, что я красивее или что-то такое, нет. Там были красивые девочки. И вообще красота — это понятие субъективное. Кому-то нравится такая девушка, кому-то другая. Но есть что-то, что на самом деле красота настоящая. И это она просто, знаете, настоящая красота. Она рождается в сердце, она отражается в глазах, и она живет в поступках. И это есть настоящая красота. И знаете, эту красоту, как ни странно, к большому моему также удивлению заметили жюри. И сейчас даже многие программы, которые снимают со мной и интервью берут, знаете, не потому, что я какая-то особенная, я лучшая. Есть много девушек, которые после меня победили. Но мне говорили, Лидвика, про тебя забудут, про тебя никто не вспомнит. Я не плачу деньги ни за одну статью, ни за какие интервью, в отличие от многих других звезд. Но знаете, что есть особенное и что притягивает людей? Это внутренняя красота и внутреннее сияние. И это правда. И каждый человек, он может внутренне сиять. Лидвика!